Всем привет! Хотел вам продемонстрировать новый 3D принтер, который у нас появился совсем недавно. Его название QID Tech iMate S. Он имеет структуру закрытого типа, то есть он не сборный-разборный, как это бывает в некоторых принтерах. Его цена начинается от 48 тысяч рублей. В интернете можно найти разные цены, все зависит от поставщика. Его габариты для домашнего принтера достаточно внушительные. Это 560 на 450 на 420 миллиметров, то есть примерно полметра во все стороны. Также принтер достаточно тяжелый, его вес 20 килограмм приблизительно. Давайте рассмотрим, что же у нас по комплектации к этому принтеру. Значит, во-первых, он шел уже собранный, также здесь к нему шла одна катушка с пластиком. Кстати, поддерживаемый диаметр пластиковой нити у этого принтера это 1,75 миллиметра. В самом принтере уже был установлен коврик для изготовления детали. Также есть запасной коврик. Изначально он стоял вот этой стороной, но я понял, что на этой стороне печатать лучше. Не знаю, как правильно, в инструкциях нигде не нашел. Так как к этой стороне пластик сильно прилипает, а с этой все в порядке. Так что неизвестно, как здесь, предусмотрено по умолчанию. Но я думаю, что вот так. Кстати, коврик магнитный. Далее у нас идет печатающая головка запасная, помимо той, что установлено внутри. Вероятно, что у них разные сопла. Как указано в спецификации к принтеру, сопла здесь поддерживаются 0,2 миллиметра и 0,4. Вероятно, что это 0,2, а тот, что установлен, 0,4. Далее в комплекте у нас идет куча документации. Это инструкции и различной прочей бумаги. И набор инструментов. То есть у нас есть лопатка, скребок, который отскребает деталь, если она прилипла. Маленькая настроечная отвертка. Также идет отвертка, клей ПВА. Запасное сопло для моторчиков. Не знаю, сколько миллиметров. Похожа на 0,4. Предохранитель идет, ключ и различные болтики. Все дополнительные детали я разложил для более удобного обзора. Вероятно, так будет нагляднее. Вот все, что шло вместе с принтером. Плюс ко всему этому еще дополнительно шла флешка, на которой сразу же находились записанные файлы. Такие как инструкции и пробные модели. Давайте заглянем внутрь коробки принтера, чтобы понять его устройство. У нас здесь находится печатающая головка непосредственно. В нее у нас вставлена пластиковая нить. Здесь установлена конструкция для крепления пластиковой катушки. Кстати, собирается это все просто. Я думаю, что показывать смысла нет. Если будете приобретать такой же, то устанавливается сюда стойки для катушки. Сверху катушка. Все это закрепляется с обоих сторон. То есть проблем здесь никаких нет с пониманием. Здесь устанавливается у нас трубочка, внутрь которую проходит сама пластиковая нить. И заходит внутрь головки. Чтобы вставить нить, у нас необходимо зажать лапку вот здесь вот на головке. И протолкнуть ее вперед. Самопечатающая головка устанавливана на валах. Двигают всю эту конструкцию резиновые ремни, которыми управляют моторчики. Ниже мы с вами видим рабочую область. То есть сам стол, который также двигается по направляющим валам. На новом принтере перед использованием, прежде чем вы его включите, необходимо снять с резиновых ремней металлические зажимы. Это обязательно и здесь, а также и здесь. И вообще посмотреть, где они могут быть установлены еще. У нас есть прозрачная пластиковая крышка. Устанавливается для поддержания температуры внутри. Также здесь у нас имеются боковые отверстия. Правда, ничем они не закрываются. Не знаю, предусмотрено ли так, либо что-то потерялось. Но здесь отверстия сквозные. Доступная область печати в этом принтере у нас 270-200 на 200 миллиметров. Какой же тип печати использует этот принтер? Это типы FIDM и FFF. Что можно сказать вкратце об этих типах печати? Данные типы печати говорят о том, что здесь используется определенный подогрев. Каким образом? У нас есть подогрев самой головки, чтобы плавить нить, а также подогрет сам стол. В обоих этих типах печати они различаются в принципе не сильно, насколько я знаю. Присутствует вариация подогрева. Бывает, что подогревается только головка, стол не подогревается. Ну и бывает вот как здесь. Подогревается и головка, и сам стол. Наверное, как вы уже обратили внимание, принтер поддерживает печать только с одного сопла. Бывает, что из двух. Но в этом случае у нас одно сопло. Что сказать здесь о максимальных температурах? То есть температура экструдера вот этой вот детали у нас достигает 250 градусов. А температура стола достигает 110 градусов. Конечно же по Цельсию. Скорость печати выращивания этого 3D принтера начинается от 30 и достигает 150 миллиметров в секунду. Само собой она не будет вам за секунду возводить детали в 150 миллиметров высотой, а имеется в виду движение головки. То есть в секунду она может совершать до 150 миллиметров движение. Если мы будем говорить о толщине слоя при печати, то она достигает 50 микрон. То есть 0,05 миллиметра. Достаточно тонкая нить. Если говорить о таких характеристиках, как полноцветная печать, ее здесь нет. Высокотемпературной печи здесь тоже нет. Не установлены видеокамеры, как есть в некоторых моделях. Принудительного подогрева камеры также нет. Но зато есть система возобновления печати в случае каких-то проблем. Ну и контроль наличия пластика. 3D сканер соответственно здесь отсутствует встроенный. Данный принтер имеет следующий интерфейс и подключение. Это USB флеш накопитель. Также имеет способ подключения с помощью Wi-Fi и доступ к интернет-соединению. Данный принтер поддерживает материалы. PLA, ABC, PEDGE, TPU, PC, нейлон, карбон, файбр. О всех свойствах этих пластиков можно посмотреть в интернете. Различия у них, конечно же, есть. В основном все эти материалы имеют различия в термостойкости, в пластичности и в других параметрах. Я думаю, если вы посмотрите в интернете, то вы прекрасно поймете, какие из них вам можно будет приобретать для этого принтера. Форматы файлов, которые можно печатать на этом принтере, это STL и OBJ. Есть у этого принтера и фирменное программное обеспечение. Это QID принтер. Если мы будем говорить о каких-то конструктивных особенностях этого принтера, то мы можем здесь сделать несколько заключений. Во-первых, здесь установлен предохранитель, который мы можем заменить в случае какого-то скачка напряжения. Здесь не имеется какой-то кнопки включения, за исключением кнопки на блоке питания. То есть мы включаем, и он сразу включается. Затем здесь установлена сенсорная панель управления, в которой мы можем настроить принтер, а также запустить на печать 3D-модель. Функции системы управления сейчас перед вами на маленьком сенсорном дисплейчике. Мы можем здесь выбрать manual, то есть посмотреть инструкции. Также здесь есть некоторые инструменты. Мы можем подключиться к Wi-Fi и так далее. Имеется определенное количество языков. Русского у нас, к сожалению, здесь нет. Но английский, к пониманию, у нас воспринимается. Поэтому английский. Можно отключить звук, убрать подсветку и различные другие функции. Что здесь хотелось бы обратить внимание, что очень не понравилось. Здесь очень хрупкий USB-разъем, прям очень хрупкий. Чуть надавишь, и он уже пытается искривиться. Так что будьте осторожны при использовании. Итак, ну а теперь у нас на флешке уже есть 3D-объект, 3D-модель. И чтобы запустить ее на печать, нам необходимо сделать несколько действий. Но прежде чем мы это сделаем, нам нужно компилировать форматы STL или OBG в правильный формат, понимаемый для принтера. Это формат G-Code. Я сейчас покажу в программном обеспечении этого принтера, как это делается. А также еще несколько нюансов программного обеспечения. Ну а здесь все просто. Вставив флешку, нажимаем на сенсорном дисплее кнопку Print. Ищем с помощью стрелочки здесь на флешке наш файлик. Лучше, чтобы она была пустая, чтобы не заморачиваться так сильно. Находим необходимый файл. Он у меня выделен красным, так как я уже его запускал. Нажимаем. И здесь у нас отображается 3D-модель. Если она у вас не отображается, то, скорее всего, печать пойдет не по плану и выйдет каким-нибудь косяком. Поэтому обратите внимание. Далее нажимаем Play и будем ждать окончания печати. Также в процессе мы можем ставить печать на паузу и затем продолжать ее снова. В случае какого-то сбоя мы также можем ее продолжить. Так, немного о программном обеспечении UAD Print. Значит, это фирменная программа. Здесь она предназначена для компиляции в читаемый формат для принтера. Значит, еще раз повторюсь, мы компилируем из формата STL или OBG. Вообще представляет себе эта программа. Она понятная и вполне интуитивная. Никаких проблем она вызвать не должна. Также здесь есть несколько языков, в том числе и русский. То есть в интерфейсе управления принтером русского нет. Здесь в программе имеется. Далее мы можем управлять 3D-моделью, помещать ее, переворачивать и так далее. Так, справа у нас есть колоночка с настройками. И что примечательно, здесь есть настройка скорости. Я сразу об этом сам не знал. Поэтому изначально печатал детали очень долго. Вот здесь у нас есть раздел спиц, скорость печати и скорость перемещения. Максимально мы можем выставить, вы помните, я говорил 150. Также еще куча тонких настроек, в том числе и настройка линии печатающей. Ну, в общем, здесь, я думаю, вы разберетесь. Также здесь, чтобы конвертировать необходимый G-Code формат, нажимаем Prepare на выбранную модель, открытую Prepare, она конвертируется. И затем нам нужно сохранить на подготовленную флешку. Нажимаем сохранить на внешний накопитель. После чего все произойдет автоматически. Здесь можете выбрать накопитель, если у вас их несколько на стрелочку. Ну и сразу можете извлечь флешку. И далее вставлять ее в принтер и уже непосредственно печатать модель. Расскажу из опыта. Есть вот, допустим, такая моделька. Это небольшой Light Organizer. Размеры его приблизительно 6х9х8 см. Печатал я ее около 6,5 часов изначально, потому что сразу не усмотрел вот эти вот параметры скорости. А сейчас оно у меня печатается 3 часа. То есть разница в 2 раза. У нас также присутствует информация о общем времени и о времени пройденном. Вот, допустим, тот же самый органайзер будет печататься 3 часа 49 минут при скорости 150 мм в секунду. Говоря о косяках принтера, он периодически их допускает. Допустим, вот такие вот пустоты делает. Но здесь не всегда виноват принтер, иногда виновата сама модель. Либо же делать такую волосатую стружку, если можно так выразиться. Допустим, посредине уже напечатанной модели может просто пустить стружку непонятную. Так вот. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует...